Проезжаю сейчас базарчик, который называется Наш Маркт. Ну, от слова не то, что наш, как бы, да, наш, но он и тоже наш, но на самом деле от слова наш, от немецкого слова наш, оно такое, как лакомство, чем-то полакомиться. И здесь по субботам проходит блошиный рынок, вот на этом базарчике, это здесь продуктовый, в конце там проходит блошиный рынок, каждую субботу. Уже более ста лет проходит здесь блошиный рынок, каждую субботу, и поэтому огромное количество машин, огромное количество людей продают все, что ты захочешь. Австрийский парламент, в греческом стиле, и вот такой интересный автобус, экскурсионный автобус, старенький, который возит по кольцевой рингштрассе. Прохожу свое любимое кафе, Айнштайн, здесь можно на улице посидеть, внутри, тут такая студенческая кафешка. И здесь я уже лет 10 прихожу сюда. Классная машина, от Рэдбуля, похоже на машину, которая у Тружковского Андрея, из Киева. Теперь я знаю, что здесь происходит. Два дня в Вене будет геймплей. Это в ратуше, в мэрии, проходят новейшие игры, выставка. Ну и, конечно, молодежь вся рвется туда, чтобы поиграть, попробовать новые игры. Продолжение следует... Хорошо, спасибо. Вот я взял журнальчик, посмотрим, что здесь предлагают. Кто желает попробовать игры, новейшие игры, бесплатно поиграть. Вот, ребята, вам как раз сюда, в Game City. Бесплатный вход, небольшая очередь. И это проходит в ратуше. Венская мэрия, позади меня. Весело здесь, классно. Такие вот красивые девушки, игрушечные. Собирается очередь все больше и больше. И кто мог бы подумать, что это все происходит в мэрии, да? Ну и, конечно, все это происходит здесь, в Вене. Уже десятый год. Каждый год здесь вот такая вот тусовочка геймеров происходит. Реклама радио, уточка, FM4. Ну и все, и туда дальше очередь пошла. Класс. Машины с игр. И вот такие вот веселые ребята. Классно, классно. А здесь как раз приехал цирк. И цирк пробудет здесь один месяц. Очень популярный в Европе цирк. Называется Roncalli. Или Roncalli. Вот его реклама. Это немецкий цирк. Вот как написано, точка, да и немецкие номера. И билеты начинаются уже от 18 евро. Самые плохие места. Вот отсюда будет лучше, наверное, видно. Вот какой он красивый. И самые дорогие места 75-80 евро. То есть виповские места. Ну и, конечно, шикарная ратуша. Это ратушная площадь, где и проходят постоянно разные мероприятия. И Рождество, Рождественские базарчики. Также здесь проходит фильм-фестиваль летом. Ну и сейчас целый месяц цирк. Ратуша, друзья, конец 19 века. Стиль неоготика. Поражает меня всегда вот такая вот архитектура. Очень красиво. И если подумать, сколько здесь вложено труда. Сколько это все строилось. Это, конечно, круто. Ну и, конечно, открывается потрясающий вид на церковь, на собор. Ватив. Кирхен называется по-немецки. Церковь Благодарения по-русски. Взял я такой журнал по играм. И вот уже представлена виртуальная реальность от PlayStation, которая выходит 13 октября 2016 года. От 399 евро будет стоить. И Full HD формат. Интересно такое попробовать. Вот все игры, которые представлены здесь, в мэрии, где можно поиграть. Mafia и FIFA 17, моя любимая игра. Я только демо-версию сейчас скачал. И с братом, с Димой мы играем постоянно. Battlefield. Ну, самые-самые популярные. Final Fantasy. Лучшие игры. Это все можно поиграть бесплатно. Вертолет кружится. Охраняет. Охраняет здесь геймеров. Шучу. Все делают фотографии, конечно. Потрясающее место. Вот. Вся мэрия. Ратуша. Во всей ее красе. 98 метров ее высота. И наверху находится человек-ратуша, ребята. 3 метра 40 сантиметров его высота. И его точная копия также есть. Вот именно здесь, рядом в саду. Кто желает рассмотреть поближе. Вот его точная копия. Мне всегда интересно, как вот такой огромный цирк перебирается с города в город, с государства в государство. С такими маленькими фургончиками. И этих фургонов здесь, я думаю, где-то 40-50 штук. И они все сюда приехали. Я уверен, что точно не по автобану. Потому что на автобан не разрешат. Но, наверное, по такой стандартной дороге, государственной дороге, они добираются сюда и во многие города Европы. Вот какая красота открывается. Отсюда, также на ратушу. Вот уже как раз я на центральной площади. И центральный вход в цирк Ронкали. Здесь сразу и кафешечка есть, и все, что необходимо. Как когда-то были кочевые племена, вот так и цирк остался. Они постоянно переезжают с места на место. И, наверное, у них нету своего дома, где они постоянно привязаны к одному месту. Они постоянно по всей Европе путешествуют. О, как круто. Ну и, конечно, показывая свои представления народу, радуя детишек. Такой красивый, как орган, выполнен. Это все надо, конечно, сюда привезти. Это трудно, трудно, наверное. Вот касса, кстати. Сейчас пойду посмотрю, почем цены. Сразу пивко продают, как и везде. Пиво – это сила. Вот брошюрочка. И цены. Ну, как я и рассказывал. 18 евро – минимальная цена. И 72 евро – максимальная цена вип-места. И вот весь план этого цирка. Вот даже есть бюро. Бюро этого цирка. Как я уже рассказывал, есть вот такие газеты. Хрон инсайтинг. Один еврик бросаешь. Ну, можно взять газетку просто бесплатно. Взять и забрать с собой. Но, как правило, все бросают денежку. Или большинство, скажем так, бросают денежку. Вот такие вот места тоже есть с газетами. Они даже привезли с собой вот такую мусорку. Мусорный бак. То есть взяли с собой все. Начиная от рояля, от шатра и заканчивая мусорным баком. Все от цирка. И вот еще такая машина. Продает булочки. Также от цирка. Классная машина. Вообще супер. Сейчас, друзья, я покажу вам также нашу австрийскую полицию. Буду снимать скрытой камерой, чтобы меня не заметили, как она выглядит. И какие крутые ребята у нас. Такие красивые девушки у нас в полиции. Ну и, конечно, наверное, проходит какая-то конференция. В Вене очень часто проходят разные конференции, поэтому здесь столько полиции. Здесь также находится ОБСЕ, Служба безопасности Европы. На Сигвэях катаются. Это уже туристическая компания, которая организует экскурсии по центру на Сигвэях. И у всех, у полицейских, это Вольцвагены. Любимый автомобиль. Долгое время боролись за то, чтобы не сидеть, не лежать здесь на траве. Ставили таблички. Но это не помогло. В первую очередь молодежь, студенты, которые находятся университет здесь рядом через дорогу, Венский государственный университет. Они постоянно сюда приходили, устраивали пикники, учились, отдыхали, валялись на травке. Ну и в конечном эффекте им разрешили. Как разрешили? Просто за это штраф не дают. Но таблички все-таки остались. Остались таблички для законопослушных граждан. Вот, как вы видите, табличка. Они есть повсюду, эти таблички. Но здесь, кто приедет в Вену и захочет сделать пикник в центре города, в парке, в народный сад, который называется, Фольксгартен, без проблем приходите и устраивайте себе пикничок, отдыхайте, лежите на травке, загорайте. Никто вам за это не даст штраф. Я сейчас нахожусь возле зимней резиденции Гофбург. Бывшая зимняя резиденция династии Гапусбурга, в которой правили последних 640 лет на территории Австрии. Вот, это шикарное здание в стиле классицизм. И здесь австрийцы затеяли огромную-огромную стройку. Действительно, очень большую стройку. И это все для того, чтобы отреставрировать парламент, венский парламент. Для этого будут построены два здания. Два здания с правой, с левой стороны, вот как видно на картинке. И эти два здания будут существовать с 2017 года, лето 2017 год, только для того, чтобы полностью все депутаты, все, кто сидят в парламенте, переехали сюда, вот в этих два здания, на время, пока полностью будет реставрация парламента. А реставрация парламента, это более 300 миллионов евро будут потрачены на реставрацию парламента. И этих два здания, когда реставрация парламента закончится, будут опять снесены. И опять посажена трава, и обратно вернется парк. Ну, интересный проект, конечно, очень дорогостоящий. А сейчас пока на этом месте, где будут стоять здания, ведутся археологические раскопки. Ну и здесь смотрят, что есть еще такое интересное. Можно будет найти. После этого будут построены два здания, и все переедут сюда из парламента. Заметил, друзья, вдали свадьба. Ну, не свадьба, а невеста и жених. Вот такая вот красивая невеста. Людей очень мало, ну, позади еще вот такая вот красота. Гости разбрелись, и теперь они не могут найти всех гостей. Но я думаю, сейчас они подойдут. Как хорошо здесь посидеть, отдохнуть. Я уже курточку снял даже, потому что очень-очень жарко. К градусов, наверное, 28 где-то. Все так красиво одеты. Все во фраках, в костюмчиках. Здесь они решили в этом парке устроить фотосессию. Пока все гости соберутся. Вот некоторые уже возле фонтанчика фоткаются. Ну, и сейчас будет фотосессия. Подоспели азиаты со своими фотоаппаратами. Ну, такие вот дела, друзья. Жизнь идет, жизнь продолжается. У кого-то рождается новая семья. Кто-то разводится. Такая жизнь. Нужно жить, наслаждаться жизнью. Все негативные эмоции от себя выбрасывать подальше. Ну, и только, конечно, наслаждаться и думать только позитивно. Как я. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот проводят австрийцы свадьбы. Свадьба будет, наверное, в кафе, там дальше, в парке. А здесь они устроили фотосессию просто. Очень красиво смотрится, конечно. На фоне этого всего. Храм Тесея. И вот такая вот статуя, где написано, что сила и красота нашей молодежи. Такая вот сила и красота. Вот. Я думаю, он не так просто не понравился, потому что это называется роза эротика. 68-го года всего лишь. Эротика. Мне понравилась эротика, ребята. Запах потрясающей эротики. Погулял по центру, посетил парк, увидел австрийскую свадьбу. Ну и сейчас направляюсь домой. Буду монтировать это видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. До новых встреч, ребята. Хорошего настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова